Впервые о создании в Сургуте логистического центра заговорили главы Тюменской области и Югры. Для Хантамансийского округа это шанс на экономическое перевоплощение, изменение моноструктуры бюджета региона, который во многом зависит от реализации энергоресурсов, газа и нефти. Профильным департаментом выявлено пять потенциальных районов размещения крупных логистических баз. Это такие муниципальные образования, как Нижневартовск, Сургут, Нефтьюганск, Советские Приобья. Имеется обращение от заинтересованных предпринимателей, о чем сами представители бизнеса говорили на моей не такой давней встрече с деловым сообществом в Сургуте, например. Центры выбраны не случайно. Советский район граничит со Свердловской областью. Приобья рядом с республикой Коми. Нижневартовск касается Красноярского края и Томской области. Нефтьюганску и в большей степени Сургуту предстоит стать, пожалуй, главным узловым центром. И в первую очередь из-за транспортной инфраструктуры, выстроенной в нашем городе. Слава Богу, город Сургут находится именно в таком географическом пространстве, где жизненно необходимо размещение такого индустриального транспортно-логистического узла. Он включает в себе складские помещения класса А, Б, переработка и, соответственно, транспортировка. У Тюменской области планы по созданию в Сургуте аграрно-промышленного сектора, как производства, так и реализации. Один из претендентов на совхоз «Северная» – Тюменский холдинг «Арсип». В случае исполнения амбициозных мечт аграриям потребуется и рынок сбыта, и транспортно-логистическая инфраструктура с выходом на другие регионы страны. Сегодня и сельхозтоваропроизводители наши в этом заинтересованы, и есть интерес сегодня у предпринимателей города Сургута, поэтому я думаю, что здесь уже процесс пошел, и, скажем так, власти все, что от них было необходимо сделать, сделали. Дальше бизнес уже договорится сам. Продукты наши пользуются популярностью, ценовая политика по нашим продуктам достаточно интересна, поэтому у предпринимателей северных территорий тоже возник интерес. По мнению главы Тюменской области, интересы бизнеса и власти обязательно сложатся. Кроме того, если бурными темпами Россия будет развивать арктический шельф и нефтегазодобычу, во льдах Северного Ледовитого океана Сургут может стать магистральной нитью по транспортировке ресурсов и серьезным перевалочным пунктам в поставке на крайний север техники, промышленных и продовольственных товаров. Это и наши связи с нашими партнерами на Дальнем Востоке, с Китаем, это связи наши с Западной Европой. То есть на самом деле мы находимся в месте, напоминающей узловую точку шелкового пути. У нас нефтяной, нефтегазовый путь. Я думаю, что в этом большое будущее. Потому строительство регионального хаба может стать только первым этапом. Интерес бизнеса есть и власть. Как любит говорить глава региона Наталья Комарова, отвечает на запрос. Департамент имущественных и земельных отношений уже сейчас начал отбор площадок, на которые могли бы зайти инвесторы под проект логистического центра. Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.